Белорусские военные обслуживают армию Российской Федерации, помогают ей с логистикой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Так белорусы на территории своей страны обеспечивают охрану воинских частей России, которые там находятся. И фактически занимаются доставкой. При этом в сопротивлении отметили, что российская армия помогает поддерживать режим Лукашенко. Лукашенко перевел чиновников и силовиков в военный режим. Соответствующий указ он подписал еще 4 марта. В документе сказано, что таким образом будет обеспечена работа государства в военное время. Как пояснил директор исследовательской программы Финского института международных отношений Аркадий Мошес в комментарии BBC, речь не идет о военном положении в стране. В документе сказано о военном времени. Это просто является фактом, поскольку на границе идет война России против Украины. Ну а Беларусь является соагрессором. По словам Мошеса, указ Лукашенко прежде всего направлен на то, чтобы переориентировать силовиков на поиск саботажников и шпионов. Это безусловно дает сигнал населению Беларуси, что дальше лучше не будет. Что население оказалось в ситуации, когда страна живет в военном времени. Поэтому не надо задумываться о каких-то вещах, которые могли бы так или иначе повредить режиму. Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений. В комментарии BBC. Сотрудники ФСБ убили белорусского активиста Николая Алексеева. Это случилось в Карелии. Официальная версия мужчина готовил теракт, сопротивлялся при задержании. В ФСБ заявили, что он находился в межгосударственном розыске в связи с тем, что был членом полка имени Костуся Калиновского. Белорусских добровольцев, которые защищают Украину от российского вторжения. При этом СМИ сообщает, что Алексей опубликовал фото массовых протестов Белоруссии, еще те, которые появились в 2020 году, и размещал их в соцсетях и делал посты о нарушениях прав человека в Белоруссии. Активист представил о том, что в Белоруссии происходит геноцид и захват власти. Белорусский полк имени Костуся Калиновского, которому накануне 9 марта отметил вторую годовщину создания, станет основой армии свободной Белоруссии. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Белорусские добровольцы с первых дней полномасштабного российского вторжения встали на защиту Украины. Они обороняли Киев, воевали за освобождение Николаевской, Херсонской, Харьковской областей, сражались за Северодонецк, Лисичанск и Бахмут. Продолжение следует...